Паша, привет! Ты меня слышишь хорошо? Я хорошо слышу и вижу хорошо. А, классно! Я решил, смотри, я тебя не знаю, что со связью с Аргентиной в последнее время, это ужас. Вот. Мне бы интересно было побеседовать, для того чтобы, потому что меня кто-то говорит, что я неправду говорю, что я негативно настроен... Что я негативно настроен к Аргентине, да? Потому что что-то там не так освещаю, как бы людям хотелось бы, или как бы мерещилось. Вот. Я понимаю, что окажавшись в Аргентине, многие понимают, что попали в дерьмо по уши. Хотя Аргентина не такая плохая, по большому счету. Вот. Как у тебя сейчас бизнес движется? Значит, я вообще-то уникальный человек, и у меня уникальный бизнес. Чем хуже положение в стране, тем лучше у меня идет бизнес. Значит, но для людей это не понять. Ты можешь только это понять. Ну, я понимаю, да. Твой бизнес специфический. Чем больше живет в стране, тем больше воров. Значит, чем больше воров, тем больше нуждается в колючках. Вот. Ну, люди этого не поймут. Сколько ты... Паш, вот вопросы задают. Сколько ты платишь патент в месяц? 30. Это я могу тебе сказать. Я плачу где-то в среднем 3000 гривен в месяц патент. 700 гривен в месяц... Ой, 700 песо в месяц. Где-то 2300 до 3000 ингресса де броута я плачу. Это местный налог. Это одноразовый налог. Каждый месяц. Каждый месяц где-то трешку песо ты отдаешь. Да. В среднем. Бывает больше, бывает чуть меньше. И в основном вот это ингресса де броута, сколько я покажу, столько и я это. Но чем больше я заплачу налога, тем я более достойный гражданин Аргентина. Ну, это нормально, да. А сколько доллар сейчас? 15. 15, да? 15, да. С государственной 11 копейками, ну, это недоступно. Это только для редко. Кто работает, где тех по белому, те могут купить по 11. Как моя дочка покупает. А какое количество ты можешь купить? Значит, ну, дочка моя банковская работа. Да. Поэтому она может купить, допустим, на всю свою зарплату. Если, допустим, у нее зарплата, допустим, 600 долларов в месяц, то она может купить и 500, или 400. Но 6 тысяч она не купит. 6 тысяч в месяц? Да. Нет, конечно, 6 тысяч, я не знаю, кто даже может купить. Только лишь, наверное, только ты ж можешь купить, если ты показываешь документы, допустим, 10 месяцев не покупал, сундучил ПЭСа и решил купить баксы. Правильно. Мне поинтересоваться надо просто. Я не в курсе дела. Я ни разу не покупал, я по коммерческому курсу не покупал. Хорошо. А вот по ниженому. Это аналогия, надо с бухгалтером посоветоваться. Как там у вас в украинском селе ситуация? Паша, я разговор наш пишу, я его выставлю потом. Значит, я тебе скажу так. Значит, что ситуация, я постоянно беседую с друзьями из Донецкой области, сам я из Донецкой области, на зоне боевых действий. Вернее, по фронтовой зоне, 40 километров до фронтовой линии. Значит, они там запуганы все, бомбежками и так далее. Поэтому, правду они не говорят, но так я догадываюсь, что там происходит. Там происходит, значит, война олигархов. Ну, естественно. Значит, у него, допустим, охрана больше, чем президента России и Путина. Значит, и он диктует все вот эти вот минские переговоры и все остальное. Значит, и поэтому ситуация будет продолжаться очень-очень долго. Потому что многим странам нужен тлеющий конфликт. Ну, к примеру, из США выпустили бомбардировщики, то есть, истребители пятого поколения. Там, F-22 или F-35. Значит, и они стоят бастосалонные деньги. Их надо куда-то продать. А чтобы... вот куда? В Европу. Кто может купить? Англия может купить? И так далее. Паш, да хер с ним, с этими международными делами, да? По большому счету. Мне интересно слышать, что у вас происходит. Вот на что ты можешь обратить внимание в Аргентине. Ты как бизнесмен. Ты человек, который не ходишь на работу. А твое видение, что происходит, куда происходит. И куда Аргентина вообще катится. Потому что люди, которые думают ехать в Аргентину, мне задают такие вопросы, да? Вот по Аргентине давай поговорим. Да, это в двух словах. Это в двух словах, да. Ну, если, допустим, кто-то надеет попасть в число богатых, это иллюзия полная. Это как прийти с собой 10 миллионов долларов, но это нереально. И остаться без денег. Да, можно остаться без денег. А если есть такие деньги, то и в России можно хорошо на них жить. Зачем куда-то ехать? А кто хочет приехать с двумя тысячами долларами в Аргентину, это 100% что он их лишится и окажется на улице. Паш, вот теперь такой еще классный вопрос по свободному владению оружием. Я сегодня выставил фильм на сайт, где купить, как купить, как зарегистрировать. Ну, интересно, вот как твои соседи, постреливают ли дальше или нет? Или нет? Значит, они сейчас не стреляют, потому что это дорого обходится. Когда они стреляли, к ним полиция проезжала чуть ли не каждый день. А теперь редко полиция проезжает, потому что они перестали стрелять. Видать, эта стрельба им дорого обходится. Ну да, ну, по крайней мере, дальше существует, ранив человека. Ну да, ну, он заплатил за это. Он откупился, то уже прошло. А пострадавшему дал каких-то денег? Каких-то денег? Дал. Ну, передо мной пострадавший не отчитывался, сколько он получил. Ну, я понял. Ну, я понял. То есть на маленькой территории, где наши люди живут, дошло до стрельбы? Не, ну, это исключительный случай. Значит, он просто сумасшедший. А вот вообще-то стреляют в фротернидане часто. Даже с пулемета. У нас тут, значит, группа быстрого реагирования есть, наподобие Берлина, нашего. И они с бандами, они не разбирают такие мелкие, а огромные, когда банды, там, здоровье наркотиками, вот такое вот. И между ними постоянно идут перестрелы. Ну, Паша, я думаю, вот смотри, предыдущий мой такой репортаж с одним товарищем записанным. Один человек, ну, нормальный человек, он, в принципе, недолго в Аргентине обозвал разговор с украинским бомжом. Но ты-то не бомж, ты-то, по сути дела, бизнесмен. И бизнесмен, я считаю, довольно успешно процветающий. Ну, как, по аргентинским понятиям, да? Я считаю, что Украина в полной жопе, а я еще как-то держусь на плаву. Это хорошо. Но если я попаду в Англию, я просто не знаю, как я смогу ли я там что-то там выдвинуться. Здесь рынок занят, и я бы хотел, чтобы мы пока про Англию не говорили, а говорили про Аргентину, да? Потому что Аргентина – это тема интересная. И вот как ты, если так люди говорят, почему ты не любишь Аргентину, за что ты ее ненавидишь? А вот ты мне расскажи, который уже 15 лет, да, или 16. В понимании... Какая у тебя любовь к Аргентине? Это маньяна. Маньяна – это значит, проводи народный язык завтра. Транкиля. Это значит, ты спокойно. Это никогда, блин. Спокойно. Вот такая это Аргентина. Я называю ее не Аргентина, а... Маньяния Транкилеровская. Какая у вас зима была? Легкая или сложная? Зима у нас была хорошая. Где-то 10 градусов. 15 галина хочет. Галочка, я записываю разговор и выставлю в интернет. Сразу предупреждаю. Для того, чтобы люди, которые собираются в Аргентину, примерно имели понятие, что такое Аргентина. Климат в Аргентине 10-15 градусов тепла зимой. Хорошо. Это примерно то же самое, как у нас апрель-май месяц. Я понял. Я понял. Что еще хорошего происходит? Кто, ты думаешь, будет президентом? Я думаю. Значит, в Аргентине Кристина уже не может быть президентом по закону. Потому что уже три срока она отбывала. Я говорю, я суббор своим меньше. Значит, вполне возможно, здесь сейчас две власти в Аргентине. Один губернатор провинции Буэнос-Айрес. А второй кандидат, это сама же Кристина Кершнер. Вроде бы она законы как бы под себя может делать, что она имеет право остаться. Но это оспаривается. И она раздает нищим вежеровцам компьютеры детские, помощи ящиками, продукты и так далее. И из-за нее миллионы избирателей. Я понял. Я понял. А другой, он весь Буэнос-Айрес перестроил. Генерал Пас, Панамерикан уже дороги расстроил, чтобы богатым легко было ездить. Вмешалась вторая половина моего товарища, хотя он не подкаблучник. Но жена наговорила, что они живут в Аргентине, там ей страшно. 15 лет, 16 лет страх так загнали в Украине, что ей страшно везде. Уже не говорю о том, что происходило в Буэнос-Айресе. То есть человек должен ничего не бояться. Ну, какая разница, они живут там. И я повторюсь, что никакое правительство, никакой страны я не обсираю. Если я оговариваю или обговариваю некоторых чиновников, то за их нехорошие дела. В принципе, что Украина, что Аргентина – страны, которые доведены до отчаянного положения благодаря действиям некомпетентного правительства. Это по мнению обнищавших людей. А на самом деле правительство четко знает, что оно делает. Но я не могу критиковать правительство, потому что каждый народ заслуживает то правительство, которое он имеет на данный момент. С вами был Константин Перегуда, канал Компере. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, можете вступать в такие открытые дискуссии. Я в каждом случае предупреждаю, что я пишу разговор. Но вначале я получаю от человека согласие. Без согласия я даже телефонные разговоры не собираюсь записывать. Мне этого не надо. Все. Пока.